Привет, друзья! Порой мне кажется, что жанр ММО состоит чуть ли не полностью из ожиданий и разочарований. Мы видим очередной красивый трейлер и ждём чего-то грандиозного. Затем игра выходит в релиз, полностью облитая донатом или вообще с 2D графикой, и разочарованию нашему нет предела. Очень надеюсь, что это не тот случай. Компания NetEase буквально вчера выкатила анонс своей новой MMORPG под названием Проект Рагнарок. Трейлер, как всегда, великолепен. Рисовка, детализация, анимация, даже колыхание волос в слоумо. Мне нравится в нём всё. Полёт и крылья персонажа мне вообще напоминает Айон с их осмодеанами. NetEase позиционирует эту игру как ААА проект и хочет смешать традиционную китайскую ММО со скандинавской мифологией. Я вообще не представляю, как это у них получится. Но если вспомнить тот же Рагнарок Онлайн, там скандинавская мифология выражалась в названии вещей, локациях и боссах. Если тут будет так же, то даже космическую стратегию можно будет вписать в скандинавскую мифологию. Проект рассказывает о судьбе девяти разных рас, герои которых стараются спасти мир от Рагнарёка. По мере прохождения геймерам предстоит посетить опасные пустыни, заброшенные пещеры, древние леса и фэнтезийные города-государства, вести дела с гномами, следовать по пути зловещих безымянных людей и раскрыть правду о Рагнарёке. Судя по всему, предусмотрена возможность взбираться по отвесным поверхностям и даже летать. Значит ли это, что будут открытые локации без зон загрузки? По информации от разработчиков, игра будет делаться сразу под ПК, консоли и мобильные платформы. Работать она будет либо через официальный эмулятор, как это сделали NCSoft со своей LNH2M, либо через полноценный клиент. Вообще, у меня создаётся впечатление, что NetEase посмотрела на успех NCSoft и решила сделать им конкурента. Очень надеюсь, что конкурент будет достойным. Потому что по первым трейлерам NCSoft LNH2M тоже смотрелась очень достойно. А на деле получилась скучная гринделка с кучей доната, но очень красивой графикой. Я бы сказал, даже лучшей на данный момент. Конечно, пока нет никаких точных сроков выхода игры, но как показывает практика, если игра засветилась, то ждать её за БТ можно в течение года. Тем более разработчики сами говорили, что уже два года делают эту игру. Учитывая огромную команду NetEase и финансовые возможности, они вообще могли уже доделать игру. Как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете. Получится ли крутая игра, которая затмит Warcraft и Final Fantasy XIV на ПК, или будет очередное разочарование? Также все неравнодушные, можете поддержать мой канал, оформив спонсорскую подписку по цене чашки кофе или закинуть любую сумму по ссылке в описании. Любая ваша поддержка помогает развитию моего канала и моей деятельности. А если вам понравилось видео, то поставьте лайк под ним, бахните в колокол и подпишитесь на канал. Всем пока!